Здравствуйте, я из Риги, вам звоню, у меня вопрос Геннадию Гукову. Вот Георгий Сатаров в эфире этой программы говорил о том, что прелик демократии заключается в том, что тем, кто у власти, уходить не страшно с этих поступков должностей. Но, учитывая, что Путину и Лукашенко, судя по всему, по моему мнению, уходить сейчас страшно. На ваш взгляд, Геннадий Владимирович, уйдут ли они при жизни? Спасибо. Раздаете очень такой сложный вопрос. Конечно, ни Путин, ни Лукашенко, они уже сожгли мосты. Если бы Путин ушел в 2008 году, с президентского поста он был бы любимым президентом всех россиян. Вне зависимости от того, его это была заслуга, не его, на левые годы. Все равно бы он был любимым президентом всех россиян. Он упустил этот момент. Теперь он уйдет человеком, который нанес большой вред и принес много горе стране. И мы еще не знаем, чем он закончит. Какое это будет горе, какое это будет вред. Лукашенко примерно в такой же ситуации. Они уже сожгли мосты, уйти так они не могут. Но у меня такое впечатление, что с учетом того, что у них не очень большой возраст, и сегодня медицинное состояние поддерживает человека достаточно долго. Но я боюсь, что не в силу физиологических причин будет меняться власть в Белоруссии и в России. Все-таки, наверное, ее будут люди свергать, или она рухнет под грузом собственных противоречий. Вот у меня такое впечатление. Потому что невозможно. Ну, представляете, Путина 68. Всего 68 лет. Всего 68. 68 лет можно приходить первый раз с президентом, баллотироваться и побеждать. Свободный, нормальный, хороший возраст для президентства. А ему уже 21 год, он уже там у руля все стоит. Поэтому еще ждать 20 лет пока, не знаю, я не думаю, что есть у нас такое время. Ну, грубо говоря, вот продержат его до 85 лет. Вот представляете, еще там 17 лет. Я не представляю. Вот я думаю, что нет. Я думаю, что не смерть будет причиной смены власти. И в Белоруссии, и в России. Вопрос от Сергея, наш зритель из Германии, спрашивает вас, повлияла ли третья волна пандемии на рейтинг Путина, как вы считаете? А у нас нет объективного рейтинга Путина. У нас никто его не мерит толком. Все боятся. Те, которые могут быть закрыты, боятся. А те, которые мерят, они все на службе у Кремля. Но в ЦОМ же всегда врет. Надо запомнить эту фразу и всегда применять ее, читая любые исследования в ЦОМ. В ЦОМ это формирующие социологии, которую придумали не мы, но которые активно, более всего активно используют Россию. То есть, когда с помощью публикации социологических данных формируется мнение народа. Оно ничего не отражает. Нет объективного рейтинга Путина. Я просто знаю, как изучали. Вот есть там шкала пять вопросов. Полностью поддерживаю. Поддерживаю частично, нейтрально. Я отношусь к чести отрицательно. Полностью отрицательно. Или там не знаю. А по Путину мерят еще дополнительные вопросы. Чтобы намерить повыше рейтинг. Я думаю, что реальный рейтинг Путина не выше 30%. Не выше 30%. Реально. А если сейчас допустить критику и пропаганду, от рейтинга останется только пух и пепель. Ничего не останется. Просто нет трибуны такой вот, которая могла бы доводить критику Путина до его потенциальных сторонников или людей, которые привыкли верить всем надписям на заборах. Вот это и город Путина. Посмотрите, он нигде никогда не выиграл. Ни в Москве, ни в Наукоградах. Но там, где народ умный. Его сторонники либо вдоль, либо дураки. Вот две категории, которые сейчас поддерживают власти Путина. Это либо дураки, либо вдоль. Вдоль вот этого воровского журналистического режима. Я считаю, что две категории это не больше третье население. Не больше. Меньше может быть. Реально. А если будет критика, и даже эти отойдут. Поэтому не верьте в том, что у Путина там больше поддержка свыше 60 процентов. Это чушь собачья. Можно ли говорить о том, что Алексей Навальный и его структуры разгромлены, потому что они объявлены нежелательными организациями, экстремистскими организациями, в общем-то, структуры закрыты, ну и так далее и тому подобное. Насколько? Вот как вы это оцениваете? Можно говорить, можно не говорить, но на самом деле они разгромлены. И разгромлены не только структуры Алексея Навального, разгромлены вообще все структуры, способные к какой-либо общественной политической деятельности в маломальском заметном масштабе. В этом смысле, в классическом смысле, сейчас в России оппозиции нет. В России есть инакомыслящие, есть отдельные люди, которые говорят там, заявляют или имеют другую, отличную от власти позицию. Поэтому, конечно, разгромлены зачищены все, особенно перед выборами. Я вот не могу уже в страну вернуться второй год, два года. Сын мой, семья, там, часть семьи, совсем недавно были выгнаны, изгнаны из России в связи с надвигающимися выборами в Государственную Думу. На меня там уголовное дело, на Дмитрия Гудкова уголовное дело, там все проходят, остальные родственники, там, статуси свидетелей. 15 обысков по нашей семье, там, десятки допросов, всяких экспертиз, очных ставок, для того, чтобы, может, не имели возможности вернуться в страну. Это вот Гудкова, а что там говорить о структурах Навального, там, или структурах, которые, там, скажем так, патронировал Ходорковский. Конечно, разгромлены. Но это ничего не приведет к хорошему, потому что, раз не будет легальной политики, значит, будет радикальной политика. Эта радикальная политика для режима будет намного опаснее. Почему я сказал, что я не думаю, что там смерть разлучит нас президентом Путина, вот именно в качестве президента. Мне так кажется, что произойдут какие-то иные события. Тем, кто называет себя президентом Беларуси, я имею в виду Лукашенко, он давно не является этим президентом. Но все-таки, если говорить о возвращении Алексея Навального, вот сегодня, глядя из сегодняшнего дня, это было правильное решение, на ваш взгляд, вернуться, или ошибочное, как вы считаете? С точки зрения чего? Понимаете? Нет бессмысленных поступков. Поступок Алексея Навального мужественный, очень самопожертвенный, жертвенный. Он, конечно, формирует определенный моральный дух, определенное моральное восприятие этой борьбы. Мы видим на одной стороне абсолютный произвол, беспредел, абсолютное нарушение закона, убийство, покушение. На другой стороне мы видим человека, который, как Иисус Христос, страдает за всех нас. Моральный, в смысле, конечно, поступок Навального, он придал этой борьбе с режимом много сил. С точки зрения его личной деятельности, он талантливый человек, хороший организатор и так далее, и тому подобное. С точки зрения, конечно, его возможности сегодня ограничены. И находясь на свободе, будучи на Западе, наверное, он мог бы внести много дополнительных, так сказать, струек, много дополнительных возможностей для борьбы против путинского режима в мире. Она ведь идет и в мире. Поэтому здесь нельзя однозначно никак говорить. Мы не знаем, мы не знаем будущего. Мы не знаем, что в будущем окажется более важным. Само пожертвованного Алексея Навального, мы воспринимаем его поступок и возвращение именно так, он предполагал, что его могут посадить. Может быть, он надеялся в глубине души, что это не произойдет, но он был к этому готов. Мы не знаем, что в будущем выстрелить, что он сыграет более важную роль, его возвращение и нахождение в тюрьме в образе страдальца за всех нас, либо та работа, которую он мог бы проводить, находясь на свободе за рубежом. Мы не знаем. Лично мое мнение, я предупреждал Алексея и его окружение, говорю, что, ребята, не надо торопиться, хотя бы оглядитесь, хотя бы посмотрите, что происходит. У вас есть время, у вас есть возможности. Вы должны хотя бы даже здоровье восстановить после этого покушения отвратительного. Но ведь молодежь есть. Молодежь для меня, не молодежь. Они поступили так, как они сочли нужным. Я не осуждаю. Не осуждаю. Наоборот, конечно, я как нормальный человек этим послужим по-человечески восхищаюсь, хотя, конечно, считаю, что возможности Алексея Навального для борьбы с режимом нынешней, они в значительной степени меньше, нежели бы находился на свободе за пределами России. Сейчас и в России, и в Беларуси идет зачистка средств массовой информации независимых, потому что мы видим, что происходит в Беларуси, там уезжают люди, закрываются издания, сажают тех, кто их возглавлял, и простых журналистов. В России, в общем, мы тоже это наблюдаем. Последняя история связана с проектом Проект, простите, за тавтологию, он объявлен нежелательной организацией. На ваш взгляд, вот те островки свободы в России, которые мы знаем, Эхо Москвы, Дождь, Новая газета и еще там ряд, они вот под ударом сейчас, вот сколько им осталось работать? Я вот так сформулирую вопрос, учитывая ситуацию. Ну, мы не знаем, сколько им осталось работать и будут ли они закрыты. Я просто напоминаю, что в Советском Союзе, когда там Запад нас критиковал и говорил, что у вас все судьи партийные и нет евреев среди судей. Их приводили к какому-нибудь там Янкельзону, там, Самуилу Яковлевичу, он был еврей и беспартийный, один судья был. И говорили, ну вот вы же говорите, вот, пожалуйста, вот еврей, вот судья. Он был один, специально для показа. Поэтому мы не знаем, может быть, тебя возьмут, оставят 3-4 СМИ, Эхо там, Дождь, кого-то еще, и скажут, что, ребята, какой вы там, какой вы имеете право критиковать нас за зажим пресса. Посмотрите, у нас вот трибуны Эхо Москвы, там, кто не по пути выступает, Путина там называют нехорошими словами. Посмотрите, у нас там новые пишут, всякие расследования. Посмотрите, у нас Дождь, там, чего хочет, то и говорит. У нас свобода слова, вы там зря на нас. Мы же не знаем, насколько у них там безумие вот это политическое охватило власть. Насколько глубоко, насколько у них там психоз вот этот, истерика охватил именно, до какой глубины. Можете оставить, она может закроет, но в любом случае они под ударом. И любой неосторожный шаг действия может спровоцировать закрытие любого сегодня СМИ, как бы оно там дорого нам ни было, или как бы оно там влиять на него, или как бы даже там она баланс пыталась бы сохранять какой-то там, вот сейчас там Ехо Москвы дает же слово Марии Захаровой, и дает слово там Сергею Маркову, и дает слово там этому Никону, внуку Молотова, и многим другим Диноросам, и Собянин там выступает, и губернатор Московской области Воробьев, ну там, то есть приходят и Едноросы, и люди из власти, вроде типа обеспечить объективность баланса. Но мы не знаем, что завтра взбредет в голову безумным силовикам, которые придут завтра и прихлопнут там любую радиостанцию, любой журнал, любую газету. Будем наблюдать, что тут можно сказать. Они, конечно, под ударом. Каждый день для них может стать последним.